В исходное, направое, три, налево, четыре и еще раз направо. Производственная гимнастика это комплекс физических упражнений во время рабочего процесса для снятия усталости, мышечных зажимов и напряжения. Эти упражнения помогают поднять тонус организма, улучшить настроение и зарядить энергией. Алла и Марина работают в пенсионном фонде много лет. Такие физкультминутки за год стали делом привычным. Каждый день, утром и вечером, они, как и остальные 260 сотрудников фонда, разминаются под чутким руководством инструкторов. Это, конечно, очень хорошее занятие, потому что целый день приходится сидеть в одной позе, все затекает, шея болит, все позвоночники у всех болят. Поэтому, когда встанешь, немножко разомнешься, то, конечно, легче потом работать. Дома некогда, да и неохота одной. А тут все-таки коллектив. Вот когда в большой группе занимаешься, то как-то бодрость духа, настроение поднимается. В советские годы на многих предприятиях проводили гимнастику, которая транслировалась по всесоюзному радио в 11 часов дня. Физкультурная пятиминутка представляла собой набор самых элементарных упражнений для снятия утомления. И вот спустя много лет мода на здоровый образ жизни возвращается. Мы их сначала выгоняли, а сейчас потихонечку они начинают включаться. Естественно, тяжело, идет определенное сопротивление. Если ты сильно не хочешь идти на зарядку, ты не пойдешь, ты всегда найдешь способ туда не пойти. Тогда у тебя включается другой механизм, тебе будет стремно среди других коллег, почему ты сидишь, а я пошла. Современный комплекс включает в себя упражнения на все группы мышц. Он разработан по заказу Федерации профсоюзов Самарской области и доработан врачами лечебной физкультуры Самарского онкодиспансера. Кроме пенсионного фонда, производственная гимнастика уже проводилась и в поликлиниках города, в больницах, в онкологическом центре, в учебных заведениях. Более 30 крупных предприятий Самарской области уже присоединились к проекту. Среди них заводы Салют, Авиагрегат, Почта России, администрации некоторых муниципалитетов. Елена Нижегородцева, Сергей Баскин, События.